здравствуйте уважаемые господа начинаем прямую трансляцию небольшие у нас заминки с этим получились но начнем час дождемся когда вы поставите плюсики и я открою сейчас ссылки 1 минуту небольшая настройка вот в эфире открываю ура все вижу ура все есть приветствую всех приветствую извините за задержку давайте начинать нашу трансляцию ну что ж сегодняшняя наша трансляция она посвящена работе с вашими вопросами которые вы задали мне в фейсбуке сегодня я постараюсь ответить на эти вопросы давайте напишем видно меня слышно и начнем и так вопросов 92 сделаем так я постараюсь ответить максимально быстро на вопросы после чего прочитаю эту информацию которую подготовил для вас и так елена нельга здрасте андрей андреевич подскажите если же я все-таки за монетки под дерево яблоня кедр как аннулировать действие обряда аннулировать его несложно необходимо взять горшок после чего посадить в него что-нибудь чтобы выросла и здесь два варианта сказать пусть то что я похоронила вновь зацветет и после этого когда когда что-то вылезет из этого всего нужно сказать хоть деньги не проросли зато проросли там цветочки на этом обряд аннулирован вот таким образом женя анисимова здрасте можно ли за и ламинировать нарисованный талисман можно да здрасте андрей андреевич наближается коридор затмений что посоветуете делать мы конечно же в адвайке но все же если бы человек тотально был связан со звездами и коридорами затмений всем остальным то человеку бы жилось очень плохо постоянно что-то происходит нашем космическом пространстве я хочу вам сказать что это у нас уже второй коридор затмений первый был насколько я помню там в 15 мая начался 10 июня закончился сейчас 2 2 коридора отмене скажите мне как повлиял на вас первый коридор затмений я хочу вам ответить никак не повлиял то же самое будет происходить и в этот коридор затмений живите естественной жизнью никаких особых состояний и никаких особых изменений происходить не будет как влияют коридоры затмений на человечество коридоры затмений на человечество влияют таким образом как будто происходит upgrade то есть новая замена информации и восприятия людей которые проживают на планете земля каким образом часть информации старый внезапно забывается новая информация появляется какая появится новая информация новая информация эта информация свободы радости и так Сейчас хорошее, как ни странно, время, нет времени падения, сейчас идет время рассвета, хоть мы и переживаем такие тяжелые периоды, тем не менее мы еще дождемся, увидим на этой земле и радость, и свет, и здоровье, и детей, и веселье, и везение, и все остальное. Не долго будет длиться еще вот такой ужас, который мы наблюдаем, обязательно это закончится. Ирина Серафимовна, часто при прослушивании шумов появляется кашель, это хорошо, правильно понимаю, но если бы ничего не появлялось, то наверное ничего бы не происходило. А так как у вас что-то появляется, кашель является рефлексом наших легких на наличие мокрот или частиц в самом легком, в случае если шум влияет каким-то образом на ваше легкое и включается этот рефлекс, то это говорит о том, что легкие очищаются. Ну, значит правильно, раз вы кашляете. Наташа Казакова, подскажите пожалуйста, как легко пройти таможню? В предыдущий раз были проблемы, может делала что-то не так, досмотр был с пристрастием. Спасибо большое за ответ. Когда вы проходите таможню, то обычно есть вот такой вариант, допустим человек использует эзотерику, которую я даю в первой ступени и использует неправильно методы. Это методы, когда человек хвалит, то есть мысленно хвалит таможенника, дарит этому таможеннику ордена медалей, хвалит его про себя и дарит ему путевки и так далее, звания. И это неправильно. Почему? Здесь нужно рассмотреть, чем же занимается таможенник, который вас проверяет. Таможенник в его работу входит правильно осматривать человека, подробно осматривать человека и пропускать или забирать у него то, что он там неправильно не задекларировал или что-то там везет. И в этот момент таможенник будет делать еще лучше, если вы начнете ему это дарить. Вот такую бы практику я делал, наверное, с теми, кто обкладывает плиткой пол, строителями, допустим, или тем, кто занимается для вас вышиванием или еще чем-то, или пишет картину для вас. А вот в случае, если это таможенник, он же должен делать все наоборот, то есть он должен плохо относиться к своей работе, она ему должна надоесть. В этот момент, когда вас будут в следующий раз проверять, вы в этот момент начинайте мысленно ругать этого человека. Говорите, и обувь на тебе некрасивая, и мордочкой ты не вышел, и такой ты нехороший. Можете даже его мысленно ругать этого человека, чем активнее, чем сильнее, тем лучше. Ничего плохого не случится с этим человеком, но зато этот человек очень быстро вас пропустит. Очень большое количество есть эзотеристских практик, которые я даю на первой ступени. Это сделать белый путь и пройти по белому пути. Это использовать метод, который я назвал дикобразом с гайкой и лентой, взятый мной из фильма, который называется «Сталкер» Андрея Тарковского. Проходите правильно ступени, бесплатные, там все есть. Марина Маликова, по вашему мнению, а гадать на картах это хорошо, если вам хочется гадать на картах, ну что же вас может заставить это не делать? Если вам хочется гадать, гадайте. Я самоучка, неплохо получается. По слухам посвящение нужно, иначе те силы накажут. Нет, никакого посвящения не нужно, нет никаких посвящений в карты, в гадания и так далее. Есть просто люди, которые могут снимать информацию, есть люди, которые не могут снимать информацию. Об этом я сегодня говорить не буду. Анна Ивановна. Анна Иванова. Здрасте, Андрей Дрич. Слышала у Садгуру, что люди, пожившие более 84 лет, перевоплощаются через тысячу лет. Правда ли это? Вся особенность, которая связана с воплощением людей, она, по моему мнению, является заблуждением. Почему я это говорю? Я считаю, что и прошлое, и будущее сформировано в виде объемного куба. В этом объемном кубе человек, как энергетическое вещество, ярко сияющее, может двигаться вверх и вниз. В случае, если человек движется вверх, то человек рождается в будущем. В случае, если человек производит что-то в этой жизни неправильно, не так, он рождается в прошлом. Поэтому в случае, если человек убийца, если человек наслаждается от страданий других людей, он может попасть в средневековье и прожить еще раз свою жизнь в тяжелом средневековье. Я считаю, что это происходит одномоментно. Почему я так считаю, объяснять не буду. И точно так же, как Садгуру не может доказать свои идеи, точно так же я не могу доказать свои. Останемся все в виде гипотезы и в виде, возможно, наши гипотезы в дальнейшем станут парадоксами времени и так далее. Елена Лесна. Скажите, пожалуйста, хочу понять, какой я должна вынести для себя урок из случившегося. Интернет-мошенники украли у меня большую сумму денег. Может, я сама привлекла это событие в свою жизнь неумением правильно пользоваться эзотерикой. Когда у человека происходит воровство, то человек не должен прощать таких людей. Когда вы прощаете людей, которые берут у вас мало просто так, то есть занимает там соседка и после чего не возвращает, а вы говорите, ну ничего страшного, я ее простила, занимает там прохожий, или вы просто так дарите деньги кому-нибудь. То есть это делаете вы не предумышленно, а по привычке. То есть просто дарите. Хочу сказать, что я когда-то рассказывал историю о таксисте, которому я давал немножко больше. Но не забывайте о том, что я давал немножко больше, проговаривая слова программу, которая звучала как «покупаю материальное благополучие». То есть дав больше, я получал в итоге больше. В данном случае, когда у вас забрали, вероятно, вы до этого кому-либо подавали. То есть кому-либо отдавали деньги. То есть если человек отдает кому-либо просто так деньги, то значит деньги для него ценностью не являются. И в дальнейшем случае, если человек занимает кому-либо, и его обманывают даже небольшую сумму, то это тоже говорит о том, что человек не сделал вывод. Какой же должен сделать человек вывод? Первый вывод звучит так. Вам не отдают деньги, когда вы их занимаете. Почему? Это уже другой вопрос. Просто не отдают. Это ваш вывод должен быть. Поэтому никогда не дарите деньги и не занимайте деньги. И второй вывод. Никогда не считайте, что люди, которые забрали у вас или украли у вас деньги, хорошие. Почему? Дело в том, что таким образом можно идентифицировать таких людей в пространстве и времени нашей жизни. И обычный человек, который ворует в большом количестве или обманывает в большом количестве людей, то мы воспитанные, мы люди, которых воспитали в христианской морали или в социальной морали Советского Союза, мы обычно прощаем таких людей, говорим, ну ничего страшного, пусть ему там будет на что-то. На самом деле необходимо вспоминать, это говорит, что эти люди подлецы и негодяи, что они обманывают людей. Таким образом, если бы много людей идентифицировало негодяев, то такие негодяи, их бы касалось, касался меч правосудия, их бы находили. Ну вот так это работает. Поэтому вынесите из себя урок из сложившегося, который заключается в том, что вам не отдают деньги, если вы их занимаете. А еще, надо вспомнить слова. Я хочу вам сказать слова из своей первой ступени, бесплатной. Там я эти слова повторяю несколько раз в дне, когда я рассказываю о материальном благополучии. Я обычно там говорю, деньги можно заработать только собственным горбом. Именно поэтому зарабатывайте деньги собственным горбом и никогда не верьте, что кто-то чужой, взяв ваши деньги, заработает вам и отдаст. Почему? Зачем человеку чужие деньги, если он зарабатывает, если он может взять свои деньги и зарабатывать? Мне всегда очень интересны такие люди. Человек говорит, я могу заработать, дай мне деньги, я заработаю тебе. Зачем? Заработай для себя 100 рублей, после этого вложи эти 100 рублей, заработай тысячу, потом вложи тысячу, заработай 10 тысяч, потом вложи 10 тысяч, заработай 100 тысяч, потом вложи 100 тысяч, заработай миллион, потом вложи миллион, заработай 10 миллионов. Зачем тебе чужие деньги? Как-то так все очень понятно. марина маликова взяла и закопала старые кошельки в лесу землю собирал собирала и вот закопала правильно сделали не нужны вам выбросьте неважно как вы их утилизируете хоть сожгите хоть закопайте очень хочется узнать почему не могу устроиться на работу как только устроить потом какие-то неприятности происходит может на мне карма или что-то со мной не так посоветуйте мне обычно отсутствие компетенции приводит человека к тому что его увольняют с работы обычно это происходит так человек говорит что он умеет пользоваться такой программой такой программы его берут на работу потом оказывается что он не умеет пользоваться такой программой такой не понимает что такое деловая этика не понимает как пользоваться там правильно интернетом но ему нужна работа то есть человек считает что вот человек считает что если он устроился на работу то он уже работает при этом он его должны обучать. Но дело в том, что такого, кто же заплатит за обучение такого человека? В случае, если я взял человека и должен его обучать, то тогда вопрос, за что я должен ему платить деньги, если он мне должен платить деньги за то, что я его буду обучать. Это же разумно. Именно поэтому отсутствие компетенции человека очень часто приводит к тому, что человека увольняют с работы. А вообще, в случае, если человек занимается эзотерикой, он должен знать, нужно стараться работать на себя. Каким образом? Ищите возможности, работайте на себя, все получится. Скажите цвет для нового года и что лучше дарить. Давайте дождемся нового года. Вероника Бойко. Спасибо вам за то, что не перестаете нам помогать. Все ваши советы очень ценные и важные. Спасибо. Хочу спросить, что нужно сделать или какие мантры читать, чтобы не передать моим детям диабет? Я сейчас беременна, у меня СД-1, сахнодиабет первого типа. Очень хочу, чтобы это не передалось. Вашим детям не передастся. Все будет хорошо. Родите девочку и девочке ничего не передастся. Все будет хорошо. Ирина Пландина. Подскажите, пожалуйста, стоит съезжаться с мамой на дом или нет? Стоит Валентина Козырева. Моя дочь пить АТФ уже три месяца БАДы, которые вы рекомендовали и похудела ничего. Работает на компьютере, есть эзотерический метод. Спасибо большое. А, я понял, я понял. Смотрите, если человек принимает БАДы и он не худеет, это говорит о том, что этот человек должен устранить или уменьшить количество, первое, употребляемой пищи, второе, убрать полностью глюкозу из рациона питания, третье, вести более активный образ жизни. Это все очень хорошо работает. Не кушать после шести вечера, не кушать больше двух раз в день. Если человек не может похудеть, кушайте один раз в день, допустим, в шесть вечера, целый день не ешьте, пейте водичку. Если человеку хочется кушать, перед тем, как вы начнете кушать, выпейте три стакана холодной или теплой воды, после чего садитесь кушать и после этого ужина уже не ешьте. Также активный образ жизни, хотя бы небольшое гуляние по улице может привести человека к тому, чтобы он худел. А так человек пьет БАДы, сидит за компьютером и когда хочет покушать сладкое или еще что-то, идет на кухню и беспрепятственно это делает. Ну, вот это нехорошо. Поэтому никакие БАДы не помогут, если количество употребляемой пищи велико. Надежда Самарская. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, можно ли есть кровянку людям, занимающимся эзотерикой? Да, можно. Здравствуйте, подскажите, если я занимаюсь практиками, которые нужно делать утром, но я их делаю в три часа ночи перед работой, и вечерние начинаю делать не очень поздно в 11.00. Можно? Можно. Недавно в группе видела пост дамы, она давала совет другой, что мантру Омна Мо Саптанамана читает стоя под душем. Так можно практиковать эту мантру и не стоит придумывать. Не стоит. Все, что я даю в виде эзотерических практик, нужно стараться делать точно, как я говорю, не придумывать. И вода, и огонь, и так далее. Если не использую я это и не говорю, что в этот момент можно использовать какую-либо стихию или медитацию на эту стихию, то использовать не стоит. Точно так же и с водичкой тоже не нужно использовать. Лена Волычко. Я с мужем не живу 8 лет, но не в разводе. Как-то повлияет на мою жизнь? Не повлияет. Она же не влияет уже 8 лет. Ольга Эр, у меня как-то не очень пока с работой складывается. Хочу за границей поехать работать. Скажите, пожалуйста, получит мне? Получится? Не получится. Калашников. Здравствуйте, участники вебинара. Как здорово, что сегодня вебинар можно задать вопрос. А вопрос следующий. Появилась информация, что к земле летит огромная староид размером цельфилевую башню. Скажите, какие энергии он несет? Как эти энергии будут на нас влиять? Заранее спасибо за ответ. Данный астероид я предсказал на вот этого дня 3 заседания РТЕ. Я там сказал и говорил о том, что будет лететь астероид и так далее. Еще и там звезда появится, которую увидят. Об этом всем я сказал. Это хорошее время. То, что летит астероид, говорит о том, что мир изменяется. И изменяется, кстати, в очень хорошую сторону. Сейчас очень часто говорят о том, что ковид, он там убивает и так далее. Что это инфекция. Это сделали иллюминаты. Находят кого-то, кто в этом виноват. Все, теперь давайте не будем прививаться. Пусть дополнительно каждый имеет выбор, там, умереть или жить и так далее. Но здесь хотелось бы несколько слов сказать вот о чем. Дело в том, что от ковида умирает много людей. Но вы даже не представляете, какое большое количество людей сейчас, прямо сейчас, умирают от наркотиков, которые стали дешевыми в наших странах. И вот эти наркотики, которые популяризируют, кстати, очень знаменитые певицы и певцы, они на сегодняшний день являются гораздо большей опасностью, гораздо большей катастрофой, чем даже то, что вот если бы всем миром, как с ковидом, начали бы бороться с наркоманией и запретили бы эти наркотики, велись бы работы, то тогда шанс жизни тех детей, которые сейчас употребляют, а количество детей, которые употребляют, велико. На сегодняшний день наркотики стали дешевыми, то есть наркотики можно принимать нюхая, облизывая, не знаю, что там с ними делают еще. Эти наркотики, они соли, там альфа, я не помню, как это называется. И вот если бы миром всем боролись с этими наркотиками, выпускали бы видео, где обсуждали, как нужно бороться с наркотиками, если бы вот так всем миром, как борются с ковидом, начали бы бороться с наркоманией и наркотиками, то это было бы великолепно. Я считаю, что есть смысл обращать на это внимание. Такого количества наркоманий и такого количества наркотиков, которые сейчас в доступном виде употребляются в том мире, в котором мы живем, не было никогда. Особенно это очень широко представлено в Российской Федерации. Екатерина. Ощущаю запах сигарет, аж глаза следятся где-то дня 4. Кроме меня никто ничего не чувствует. В доме у нас никто не курит. У нас частный дом. Ощущаю его непостоянно, время от времени. Что же это может быть? Если очень сильно чувствуете запах табака, это говорит о том, что у вас панкреатит. А это признаки панкреатита. Попейте Крион. Начните обращать внимание на свою поджелудочную железу. Вероятнее всего, это у вас обострение поджелудочной железы. Очень часто во время реактивного панкреатита или хронического панкреатита у человека появляется ощущение, будто он во рту чувствует привкус табака, а также ощущение, будто от тела, особенно от кончиков пальцев рук, идет запах табака. Это нормальный процесс при реактивном или просто панкреатите. Главное, чтобы не было у вас вот такого агрессивного течения болезни. Таня Тихонова, я оплатила завтрашний обряд, но в прямом эфире смотреть не получится. Буду на работе. Скажите, пожалуйста, обряд будет работать со мной? Да, все, кто будет, все, кто оплатил обряд, независимо от того, будет присутствовать или нет, будет участвовать в этом обряде. Мне, в общем-то, присутствие человека не нужно. Обряд очень интересный. Люди, которые рождаются на планете Земля, из-за того, что в карме своей не имеют людей, которые могли бы запустить их работу и развитие четвертой чакры, рождаются с мертвыми четвертыми чакрами. Таких, как это проявляется? Человека никто не любит, он не может зарабатывать деньги, к нему плохо относятся алкоголизм, табакокурение, наркомания, нечувствование жизни, нечувствование любви, старость, быстрое старение, очень плохое здоровье и так далее. Все это можно перезапустить. Когда перезапускается, то каждый день после данного обряда человек проходит восьмилетний период. То есть первый день восемь лет, то есть первые восемь лет, это от одного года и до восьми лет. Что происходит у человека? Происходит трансформация, появляется ощущение, будто хочется спать, происходит сильнейший процесс за один день омоложения, обновления, на второй день проходит период, который называется 7-14 лет, на третий день 14-21 и так до 84 лет за 12 дней. Таким образом происходит запуск до 84 лет новой жизни человека и это очень сказывается и на жизнь, на судьбу, и на внутреннее состояние. Но есть минус, появляются воспоминания такие чуть-чуть, но они не агрессивны. Может быть немного ощущения общей усталости на протяжении этих 12 дней, но если это сделать, то через 12 дней глаза открываются и мир проявляется в новых красках, лучше относятся, замуж выходите, любовь появляется. Если когда-то подавили вас или когда-то угнетали, или у вас есть, пропустили становление своего эго, то это может вновь запустить в вас процесс, при котором захотите работать и на себя, и вновь стать кем-то, и вновь захотеть блистать и так далее. Стою перед большим выбором, сотейник Агасарян. Хотим с мужем переехать в Краснодар к среднему сыну, но у старшего проблемы со спиртным. И жить как-то не клеится, ничего не хочет делать. Если мы его оставим и начнем работать, будет все хуже. Вы правы, не нужно вам уезжать, оставайтесь рядом с сыном, присутствуйте на завтрашнем обряде, оплатите за сына, я помогу ему бросить пить алкоголь. Вера Спасова. Подскажите, какая причина у меня два сына не общаются? Две снохи не общаются, не могу понять злоба, зависть, ревность. Почему так получилось? Где причина? Бабская. Обычно причина бабская. Какая? Да завидуют друг другу, чтобы никто не знал, может кто-то больше зарабатывает, может при встрече один нахамил другому, а жена запретила, или одна женщина, другой. В чем причина? Вы при чем? Не общаются между собой, вы ни при чем, все в порядке. Вы неправильно вопросы задаете. Итак, небольшой текст, который я подготовил к сегодняшнему вебинару. Итак, вебинар 12 ноября. Почему человек болеет тяжелыми заболеваниями? Я думаю, что смерть преследует только тех, кто теряет смысл своей жизни. И тут сразу же такой вопрос появляется. А в чем же смысл жизни человека? Нужно задать этот вопрос ребенку, который только родился. Но обычно ребенок, который только родился, он 100% не знает смысла своей жизни. Скажите, если он не знает смысла своей жизни, значит ли это, что смысла его жизни нет? Нет. Ну, конечно же, смысл жизни есть. И он заключается в том, что ребенок уже родился. А если ребенок родился, и он живет, и не знает свой смысл, но все равно живет, то смыслом его жизни является просто то, что он живет. живет в виде радости и это и есть смысл его жизни прожить свою жизнь ощущать свою жизнь как радость ощущать и ценить свою жизнь и понимать что эта жизнь она ему нужна как обычно живут люди люди считают что смыслом жизни является зарабатывание денег взросление детей любовь там создание или не создание семьи стать благородным купить квартиру и так далее все эти смыслы жизни хороши но дело в том что мужчина который живет ради женщины или ради того чтобы в его жизни появились женщины может столкнуться с тем что потом ему женщин не захочется все смысл жизни исчез ради того чтобы купить квартиру смысл жизни исчез когда купится квартира стать богатым а что же будет дальше когда человек станет богатым то есть человек меняет то что называется жизнь меняет ее на квартиру которая в дальнейшем появится или там на еще что-то и на еще что-то именно поэтому так можно потому что обычно это мотивирует и заставляет человека шевелиться но я бы хотел вам сказать что необходимо всегда помнить что жизнь является для нас в общем-то самой дорогой и самым дорогим наверно наградой и самым дорогим смыслом почему жить жить чтобы наслаждаться жить чтобы радоваться как можно если все вокруг плохо это кто-то мне будет такой вопрос наверняка задавать если все очень плохо но с чего начинается плохо плохо ведь начинается с эмоций да скажете вы мне плохо начинается с эмоций ну что же вам мешает начать это все изменять как но изменять эмоции и тут вопрос как изменять произносите себе каждый день слова мне нравится утюг мне нравится чайник мне нравится где живу мне нравится что я ем и так далее и так далее почему смерть преследует только тех кто страдает от своей жизни и здесь такой нюанс есть может быть я не прав потому что есть люди которые очень внешне радостные счастливы и ведут очень такой красивый образ жизни и кажется что это человек водухотворенный вдохновленный и так далее я хочу вам сказать что внешне человек может быть примером жизнерадостности внешне примером жизнерадостности внутренне он страдает обычно он страдает от огорчений раздражений эгоизма у меня был такой мужчина в моей жизни знакомый который был замом директора завода большого завода в городе харькове этот мужчина очень был гулящий то есть у него помимо жены были постоянно половые партнерши и он не стеснялся этого постоянно говорил о женщинах лавелас таких людей называют этот человек умер в возрасте 56 лет я скажу точно до 56 лет когда он умер в 56 лет то перед своей смертью он читал книжки у нас был разговор с ним он мне говорит андрей андреевич но я вот радуюсь и получаю наслаждение почему же я болею онкологии почему мне не могут помочь и там со мной терапия не работает и так далее я ему говорю скажите мне а когда вы начали ощущать что вас не тянет к женщинам он говорит это произошло где-то пять лет назад откуда вы знаете андрей андреевич я говорю ну я знаю потому что это был ваш мотив жизни вас тянуло к женщинам вас это вдохновляло и фактически являлась вашей мотивации но когда это мотив то есть он жил для того чтобы я не знаю чтобы у него были женщины в жизни и когда этот мотив пропал то есть он пропал пять лет назад то у него появилась полностью исчезла настроение он начал огорчаться почему но все остальное ему не нравится и это привело к тому что у него появилось заболевание он говорит ну и что же мне делать я говорю находите новые идеи ради чего жить находите новые задачи которые могли бы быть настоящим говорит ну ради детей но вы любите своих детей но и не знаю но у меня стройка но вас не замучила стройка но я не знаю незачем жить то есть смотришь на человека ему незачем жить умирает потому что мечтала же о мужчине начала жить с мужчиной умерла почему вопрос закончен здесь еще вот такой нюанс есть знаете а тогда почему болеют дети здесь вот несколько таких вариантов первый вариант если ребенок в прошлой своей жизни не закончил цикл жизни и болея очень тяжело его предварительно убили и он сам совершил самоубийство то после своего рождения он должен дожить и закрыть прошлую жизнь закрыть вот этот промежуток времени и второй вариант родители мама и отец которые сошлись и между ними хоть с одной стороны нет радости совместной жизни а живут они только для в начале это были интимные отношения а в дальнейшем когда это уже надоело они начали жить ради ребенка фактически являются человеком или людьми которые один в одну сторону тянет ребенка другой в другую сторону тянет ребенка когда родители друг друга ненавидят делают это искренне особенно женщина которая может искренне ненавидеть мужчину они могут таким образом разрывать ребенка и здесь такой вопрос андрей андреевич я знаю семью в которой допустим ребенок болеет а мама любит искренне отца отец любит искренне маму а я не говорю о внешнем проявлении я говорю о внутреннем понимаете мало ли как можно улыбаться мало ли что можно говорить а там все плохо выход из этого есть это понимание что жизнь это ценность и мой постоянный авторский метод это проговаривание себе мне нравится это мне нравится то мне нравится что-то еще и так далее как склеить отношения между мужчиной и женщиной женщины восхищайтесь мужчинами обязательно и мужчины и женщины прикасайтесь друг другу дотрагивайтесь к людям которых вы боитесь это создает мгновенный энергообмен произносите себе мне нравится это мне нравится то то есть когда женщина просыпается она должна говорить себе мне нравится что этот мужчина такой мне нравится что он такой мне нравится такой когда вы злитесь то ощущаете добро и все мгновенно пройдет или сострадание но это работает хуже концентрируйтесь друг на друге но не в виде нахождения недостатков а в виде нахождения достоинств вы знаете для того чтобы мужчина женщиной были счастливыми мужчине и женщине нужно найти тысячу поводов для того чтобы увидеть достоинство того человека который рядом с ними находятся но мы когда хотим или имеем задачу разорвать отношения или имеем задачу сделать отношения невыносимыми стараемся находить тысячу поводов для того чтобы видеть недостатки не видя даже одного достоинства этого человека а эти недостатки все мелкие знаете не давай не будем давай не видеть мелкого в зеркальном отражении как первый пел в свое время юрий антонов мужчина всегда должен ориентироваться на женщину с которой живет если женщина любит мужчину то все материальное притягивается дело в том что а мужчина уже должен сделать все для того чтобы нравиться своей женщине должен делать ей подарки там гладить ее восхищаться обязательно помните мужчины такие слова которые звучат так говорите женщине часто слова ты мне нравишься я тебя люблю ты у меня красивая это железно всегда работает и вы должны знать что именно в этом очень часто нуждается большинство женщин они не хотят денег но если вы начнете им говорить ты мне нравится я тебя люблю ты их моя хорошая ты мой зайчик пупсик я не знаю еще как-то ты у меня самая красивая ты у меня просто красивая ну и что вы придумаете не забывайте обязательно каждый день как очень наш произносить 3-5 раз женщины я тебя люблю почему дело в том что таким образом женщина начинает у женщины появляется мотив то есть она понимает что она нужная а значит красивая а значит все нравится а значит ну и второй вариант если мужчина хочет чтобы все в семье было плохо он делает жизнь женщины невыносимой после этого если женщина перестает любить такого мужчину то тогда в их семью деньги не поступают ирина козинюк извините если вопрос примитивный не совсем понимаю представление себя из молока и наполнение белым светом насколько поняла делать не нужно у меня не получается уловить разницу этих двух представлений о чем вы сергей пустовой андрей андреевич слушая астропрогнозы замечаю что многое сбывается это программирование или небесная канцелярия указывает истину через специалистов стоит вообще этим интересоваться человек уникальное существо он может настроить свою жизнь своими словами а может настроить чужими словами именно поэтому если человек начинает доверять астропрогнозу то этот астропрогноз может с ним сработать именно поэтому я хотел бы вам сказать что слушайте астропрогнозы хорошие которые предсказывают хорошие события и не слушайте астропрогнозы которые будут предсказывать плохие надежда мурша какой способ применить чтобы на приняли не смотрели на гражданство что нет вакцинации имеется возможно я неправильно применяю свое духовное имя ваш совет будет для меня ценным никакой то есть если условия работы или условия страны протоколе прописывает что каждый человек который принимает другого человека на работу должен проверить у этого человека гражданство и должен проверить его вакцинацию то чтобы вы не принимали сделать ничего невозможно это знаете как если бы вас схватили на месте преступления вы бы говорили что мне делать чтобы отпустили гипноз применять и пистолет ну а в этом случае не гипноз не пистолет вам не поможет именно поэтому уважаемая надежда вам необходимо соизмерить свои наверно задачи и силы ну и ехать в то место которое называется российская федерация для того чтобы работать уже у себя в российской федерации там где не будут у вас спрашивать не гражданство не вакцинации юлия тор подскажите пожалуйста что лучше сделать блокнотом в котором много лет писали планы и желания со всеми подробностями сжечь или просто выбросить все равно вообще все равно можно сжечь можно выбросить она как не работала так и не работает она атрибюте люблю детективе с детства британия в основном не вредно ли это эзотерически не вредно гулии сабекова подскажите на завтрашнем обряде которые будете проводить может присутствовать мой племянник или сестра может скажите пожалуйста на работе металлическое оборудование бьет меня статическим электричеством иногда слабо иногда сильно до красных пятен на коже другие люди этого не чувствует это вопрос эзотерический или медицинский почему так это говорит о том что вы страдаете неправильным метаболизмом кальция в организме вся проблема человека заключается в том что кальций может накапливаться такой кальций который накапливается в крови как электролит может быть синдромом гипертензии то есть вы можете просто иметь высокое давление людей у которых есть высокое давление чаще будет бить током чем у людей у которых не высокое давление именно поэтому в случае если у человека высокое содержание кальция в крови то это может приводить к тому что к нему приклеиваются предметы там еще что-то если низкое содержание ну там может быть хлоридов карбонатов каких-либо каких-то минералов только проводящих но обычно это кальция случае если у вас много кальция в крови это говорит о том что вы болеете гипертензией или гипертоническим заболеванием сердца и вам необходимо обратить на это внимание глюкоза может увеличивать увеличивать электролит в крови но обычно это кальций то есть необходимо обратить внимание на щитовидную паращитовидную железу возможно проверить кости на наличие остеопороза кальций увеличивается обычно в том случае если нарушается метаболизм паращитовидной железы также это может быть синдромом который указывает на развивающиеся заболевания ну и какое угодно можно сказать допустим остеопороз или даже полиэмили константин и константин ильин подскажите пожалуйста почему жизнь как будто перевернулась ног на голову сначала я лишился работы затем умирает розница совершенно неожиданно мы переехали с места своего жительства даже здоровье начало шалить на работу не могу устроиться вы бы не могли посмотреть это чей-то насыл или может такой переход в другую жизнь еще дописать до вас не могу в прошлый раз я задал вам вопрос вы уже озвучили мое имя это спрашивает константин всегда помните наша жизнь она связана с тем что мы эмоционируем если у вас эмоции в основном плохие то есть вас все раздражает вы беспокоитесь вы ищите информацию как информация появляется в нашей жизни мы смотрим тик ток у нас большое количество информации там эти разрушили эти маньяки этих покрошили здесь кино решили посмотреть там к виды там еще что-то эти друг друга кусают эти друг друга съедают после этого посмотрю новости эти ругаются эти ненавидят эти злятся после чего человек в общем-то и не разделяет позицию этих людей но эмоции у него из этого всего складируется он как пылесос собирает эту информацию сам не подозревая в том что эта информация невербально воздействует на его мировосприятие и человек просыпается с плохим настроением и у него это плохое настроение она необъяснимо и вот такое плохое настроение это не нравится да это не нравится да все плохо да и это не нравится и плохие чувства это надоело это не нравится приводит тому что не работы и так далее поэтому я бы хотел вам дать такой совет ни в коем случае ни в коем случае плохо не эмоционируйте начните произносить себе слова мне это нравится мне это нравится мне это каждый день делайте это как медитацию три раза по 108 раз уже через полторы недели и работу найдете и жизнь изменится ирина дорожная у меня такой вопрос на программирование 21 выдавали обряд с новой простыню а можете выбросить можете выбросить можете и пользоваться все равно мариям вокалистка расскажите пожалуйста больше про астрологию нумерологию для эзотерика насколько это важно рассчитывать дни для практики обрядов какими системами пользуетесь вы я не пользуюсь никакими системами астрологическими на 5 ступени или 6 ступени я помогаю людям которые проходят ступени отрезаться от влияний планет деструктивных влияний планет ну и смысл какой подбирать если человек занимающийся магией каждый день может быть вершителем своей судьбы и вершителем чужих судеб тем самым человек становится энергетически сильным не нужно ничего специально подбирать не нужно заморачиваться вы помните одно из условий первой ступени которые я внедрял тех людей которые проходили мою первую ступень звучало как главное не заморачиваться поэтому старайтесь не заморачиваться скажите пожалуйста как убрать эзотерическую седину очень несложно вы же женщина идете в парикмахерскую покупайте краску после этого отдаете они вам ее красят конец зачем эзотерически тратить столько энергии на устранение седины вам что некуда девать энергию свою почитайте мантру денег для внуков пусть они лучше вам будут благодарны на седину но вы даете рустам абулханов перед обрядом от зла у всех нас возник один и тот же вопрос ответьте нам пожалуйста чтобы уже знать всем на будущее можно ли оплатить семинар марафон обряд одному человеку а принимать участие в нем двум-трем членам семьи кровным родственникам оплата за каждого случае если каждый оплатил то будет работать на сто процентов с каждым случае если оплата одна участвует 10 человек то будет работать по 10 процентов с каждым дело в том что программа формируется не от количества людей от стоимости оплаты на одного человека помните я говорил что деньги являются компонентом жизни человека человек работает после того когда он работает тратит часть своей жизни на это все он зарабатывает какую-то сумму денег данная сумма денег является фактически его стоимостью жизни повлиять на стоимость жизни этого человека можно через 50 долларов или через 10 долларов или через один доллар ну вот вы как человек который поделился этими пятью десяти долларами то поделились с этими людьми и эффективностью этого всего тоже ничего страшного я обещаю что сто процентов данный обряд повлияет на всех кто будет присутствовать даже если эти люди не оплатят включая вас и хотел бы сказать что обряд так устроен что закончится обряд аж через я скажу через двенадцать дней то есть я его начну завтра начну его проводить а двенадцать дней он будет с вами работать и 12 дней таких ну необычных то есть что такое происходит и то что происходит необычно это сонливость вообще усталость даже какое-то такое в плаксивость первые дни потом наоборот подъем настроения хочется летать прыгать хочется что-то говорить ну вот необычный такой вот обряд он с длительным таким продолжением 12 дней после обряда необходимо потерпеть подождать и увидеть как это работает эффект от него великолепный ольга васильева как эзотеристский победить невроз панические атаки а есть мантры там я давал их припутав тряфсы к степло читайте каждый слог по 108 раз делайте это три раза наталья волковская у меня такой вопрос если существует показатель после начала совместного проживания пары мужчина начинает зарабатывать больше то как оценивать тот факт что женщина всегда зарабатывает больше до встречи с мужчиной а в совместном проживании и уровень заработка падает куда течет любовь туда текут и деньги это связано вот с чем вы обожаете этого мужчину в его жизни ли в его сторону начинает течь деньги он свою очередь заняты зарабатыванием забывает что вам необходимо делать там подарки говорить красивые слова и так далее и может быть забывает о том что в вашу сторону необходимо тоже направлять любовь поэтому делайте для него что-то хорошее там испеките ему торт на гладьте его по ноге пусть вашу сторону тоже течет любовь сядьте сегодня прямо вечером возле кровати начните ему гладить ножку сделайте массаж скажите ты мой зайчик я так люблю большое счастье что ты со мной что ты появился в моей жизни я так радуюсь этому делайте это ежедневно на протяжении этого месяца доход в вашу сторону увеличится многократно до объяснил анна хит эдуардовна здрасте учителю при купила обряд в это время в нью-йорке где живу будет 5 утра на улице будет темно и не включится вы можете спать я проведу обряд и вы можете в на нем не присутствовать хочу всем объявить что присутствие на обряде не важно конечно я буду рассказывать о том как это проводится и эта информация интересно ее можно потом прослушать в записи но сам обряд я проведу независимо от того будут присутствовать люди онлайн во время этого обряда или не будут расскажите про толкование снов какие особенности толковать сны очень несложно все что связано с тем что из вас вылазит это очищение от чего вылазят пауки изо рта очищаетесь от неприятности законом глисты от блуда внутреннего из любых других мест вы выползает что-то там гадюки это приворот исчезает если наоборот это в вас заползает пауки заползают неприятности законом глисты кто-то вас омрачает ахмуряет влияет и магические где-то видеть змея и он там входит вас или влазит вас это говорит о том что будут что-то связано с людьми которые плохи видеть кровь и это связано с близкими то есть что-то будет происходить с близкими дают вам деньги отберут деньги дают вам корону заберут корону видеть себя праздники огорчаться видеть себя в огорчении во сне к празднику то есть все что мы видим во время сна воспринимайте все задом наперед это же потусторонний мир астральный а значит противоположный поэтому любое толкование она противоположна если там сны еще имеют два вида это магический сон и астральный сон вот если видеть в магическом сне что это такое видеть в магическом сне видеть в магическом сне это видеть точно также как в этой жизни тогда то что показывают так и произойдет видеть это в виде сна в котором вы плаваете которые под утро снится все нужно воспринимать как задом наперед галина портола подскажите если в обряде на богатство заряжать золото или янтарь а на таможне проходить контроль заставляет снимать его как-то раз можно по-новому заряжать не нужно скажите можно ли практиковать сангэ 66 квартиры сына еду туда на месяц да а почему нет сангэ где хотите там и практикуйте течение месяца в разное время утром днем вечером чувствую запахи вкусной еды выпечки минута и все проходит дома одна ничего не готовлю вы начинаете чувствовать запах своего энергетического кокона когда человека пахнет ванилью и выпечкой это говорит о его радости это говорит а еще и о деньгах и радости такой духовной если пахнет выпечкой ванилью печеньем чем-то вот таким особенным приятным карамелью это говорит о том что кто-то в вас влюбился или вы точно в кого-то влюбитесь динара косынбаева у меня вопрос каждый раз по вторникам и четвергам происходит что-то неприятное что-то ломается или расстройства какие-то то обычно ломается что-то из-за чего это происходит вторник и четверг это время притягивания и это говорит о том что вы агрессивный человек так как создаете магнит своей жизни при котором боитесь то есть вы боитесь и этот страх включает у вас магнит при котором во вторник и в четверг реализовывается максимально поэтому старайтесь быть человеком который не боится также это говорит о том что закрыта вторая чакра как открыть вторую чакру можно произносить слог на вдохе на вдохе можно произносить ха рам на вдохе произносить х на выдохе ара или на вдохе храм это откроет наталья лаврентьева подскажите сколько по времени нужно строить котел со второй ступени 10-15 дней достаточно галина иваченко в ю тубе нашла инфу о том что есть случаи когда на месте потерянных органов нога и зубы некоторые отраслили отрастили новые органы вопрос это очередной фейк и это все же в силах человеку если у вас когда-нибудь где-нибудь начнет что-то отрастать то знайте любое деление клеток даже если это по форме будет напоминать допустим из десны будет напоминать форму растущего зуба идите сразу же в онкологию потому что любое деление клеток нетипичное а это нетипичное деление клеток потому что если нога отрезана то любое деление является нетипичным для человеческого тела любое деление нетипичных клеток приводит к тому что человек болеет онкологическим заболеванием поэтому если где-либо у вас появляется новообразование вместо десны там зуб начинает расти вы его чувствуете бегом к онкологу и вырезайте других вариантов не бывает на самом деле вся эта информация это абсолютный обман этим обманом широко пользуются люди которые хотят привлечь к себе последователей или которые хотят привлечь еще кого-либо это нормальный процесс я очень часто вижу в интернете кто-то из детей брал мой телефон и подписался в тик токи и там ребята они заставляют вещи летать там левитируют сами и так далее могу сказать что это обман этого они не делают и это конечно же очень неприятно потому что обманывать большом количестве людей нехорошо и тут сразу же вопрос зачем они обманывают или для чего это делают тоже это понятно взять тех людей которые захотят у них обучаться они будут этому обучать а потом у кого не будет получаться будут говорить а вы старайтесь и вас впереди еще целая жизнь значит вам нужно и дальше там что-то нужно лариса олейник нумерологии деньги по судьбе не написаны предназначены возможно с помощью эзотерики исправить возьмите свою левую ладонь если вы правша и правую ладонь если вы левша и посмотрите на эту ладонь в случае если у вас здесь есть буква м или буква л вот так буква л цифра 1 буква м также в случае если у вас есть вот такая прямая линия между первым вторым третьим и четвертым пальцем которая идет как-нибудь и разделяет среднюю полосу то это говорит о том что вы будете богатым человек далее по поводу вас я хочу точно вам сказать люди которым ничего в нумерологии не предназначено используйте мои методы привлечения в жизнь денег используйте мои символы коды шумы тренажеры символы sunshine и это сто процентов обязательно приведет вас к тому чтобы вы были богатым человеком это проверено несмотря ни на что валентина герцова геркова моя любимая дочка скоро родит через месяц родит я буду бабушкой мы все счастливы могу помочь своей дочери родить легко и быстро повлиять из отрицкие пусть дочка и дитя будут здоровы это будет первый мук у меня огромное спасибо вам ученица обновленной ступени когда придет срок рожать нарисуйте ей цифру 6 пальцем на животе на риса или цифру 4 лучше 4 нарисуйте и цифру 4 на животе нарисуйте и цифру 4 на животе она быстро родит все пройдет хорошо не переживайте все будет хорошо как первый ребенок обычно первый ребенок тяжело рождается в вашем случае с вашей дочкой это будет быстро и хорошо как помириться с подругой обнимашки представляла обнимашки не один раз нужно представлять а представлять долго во второй бесплатной ступени я рассказываю как прогреть слои прогрейте с ней слои между собой и ей сделайте одну хорду сделайте ее золотой тогда сто процентов помиритесь ирина павлова я живу в монреале здесь в торонто стоят строят небоскребы с первым этажом где неприлично высокий потолок помещений на входе когда заходишь то создается ощущение высасывающей воронки как церкви скажите это делают специально для определенных людей или это просто для красоты нет это для красоты вообще хочу сказать что высокие потолки обычно должны заставить человека быть более одухотворенным и любое помещение в котором высокие потолки заставляют человека быть не очень приземленным то есть если у человека высокие потолки то он будет больше думать о семье будет больше думать о любви о боге будет больше думать если они приземлены это будет больше думать о сексе там о своих ногтях о том как выживать о том как он кого-либо ненавидит видимо это и стоит первой задачей то есть Сделать так, чтобы люди, которые пройдут через это помещение первого этажа и начнут жить в этом доме, не были совершенно приземленными людьми. Я могу сказать, что наверняка и 100% это благо для тех людей, которые живут в этих домах больше, чем... А почему вам не нравится? А вам не нравится, потому что вы, видимо, извините, что я буду вас сейчас критиковать, приземленный человек, к сожалению. Ну и вам нужно это просто отпустить, сказать, о, а как в церкви, а что в церкви плохого-то? Пусть будет как в церкви, душа парит. Что вы можете сказать о третьем предсказании Фатима? Не знаю, даже о ком вы говорите. Ларис, да знаю о ком, но давайте не об этом. В школе с 2017-го за плечами 5 основных ступеней, 2 самана, 2 десятка СНГ, многоплатных, бесплатных вебинаров и марафон. Вначале я видела все в розовом свете, всему восхищалась, удивлялась. Не заканчивайте это. Сейчас есть восхищение, удивление, все прочее, только более степеннее. Правильно. Не хочется, как раньше, читать мантры, выполнять СНГ, а просто наступила апатия. Тоже правильно. Я сейчас выполняю определенные практики, работаю иногда увеличение астральной энергии. Скажите, что со мной не так и так должно быть? Это самолет. Вы перешли в состояние самолета. Если вы автомобиль, то ему нужно очень много толкать, включать бензин, много читать и так далее. А когда человек переходит в состояние самолета, ему нужно лететь. И вы, видимо, перешли в состояние самолета. Когда человек переходит в состояние самолета, ему не нужно читать мантры, ему не нужно все время отрабатывать с собой. Состояние самолета это просто жизнь. Начните просто жить. Не выполняйте там 3-5 месяцев никаких эзотерических практик, кроме восхищения, удивления, радости. И ваша жизнь, она развернется. И вы, видимо, сейчас пришли именно к этому, что будучи самолетом, уже не нужны колеса, уже не нужны эти практики, бензин и так далее. У вас выросли крылья, просто летите. Сергей Мартынов. Андрей Андреевич, пусть в вашей жизни будет радость. Спасибо. Не могли бы, не мог. Подскажите, пожалуйста, в этом году планируете провести обряд «Проводы голодных духов»? Да. Андрей Андреевич, сегодня исполнится 33. Пожелайте, чтобы исполнилось, если можно. Пусть все исполнится. Очень хочу стать подобного, как вы, магом. Получится стать магом. Конечно. Я себя... Какие уникальные способности я имею? Я имею уникальную способность быстро находить выход, если есть сложная ситуация. И он всегда правильный. Второе. Если кто-то меня ненавидит, если кто-то начинает против меня делать эзотеристские практики, сплетничать и так далее, то автоматически, не ощущая этого, я забираю у этого человека молодость и деньги. Материальное благополучие. Это происходит автоматически. Почему? Это закон магов. А я в законе магов имею определенный уровень, поэтому я радуюсь от того, что такие люди находятся. И мне бы хотелось, чтобы появлялись люди, которые меня не любят, ненавидят и так далее. Почему? Чем больше таких людей, тем я моложе. А быть вечно молодым приятно. Паранормальная способность. Очень тепло жить в семье. Понимание того, как это устроено все. Видение каких-либо сцен будущего, которые могут помочь объяснить то или иное происходящее событие. Ну, может ли каждый человек, если бы я не хотел, чтобы люди были похожими на меня, то я бы не открывал свою эзотеристскую школу Кайлас. На сегодняшний день я могу сказать, что жизнь моя прекрасна, потому что она наполнена любовью детей, любовью жены, любовью сыновей. Она наполнена материальным благополучием. Она наполнена здоровьем, заботой, теплыми отношениями, счастьем внутренним и внешним. Мне не приходится все время бороться за выживание. Это полет самолета. Если вы к этому стремитесь, у вас есть все шансы это делать. Работаю ли я? Конечно. Одна из моих особенностей. Я всегда использую три принципа. Если я не отдыхаю, то я работаю. Если я не работаю, то я обучаюсь. Именно поэтому в случае, если я не обучаюсь и не работаю, то я отдыхаю. Если во время отдыха я хочу что-либо делать, то я начинаю обучаться. Когда я говорю отдыхаю, я говорю о том, что я ложусь, выключаю глаза и сплю. Что я говорю, когда работаю? Я когда работаю, то работаю, делаю что-то руками, мозгами, пишу или кому-либо звоню, или тру, или еще что-то делаю. Когда я говорю обучаюсь, то я обучаюсь. Я открываю тексты, открываю книжки, нахожу информацию, какая она может быть. Я успешный блогер и этому я обучился через интернет. Я достаточно хорошо умею продвигать канал, там, YouTube, делаю это с успехом, ну и вы это все сами видите. Если возникают какие-либо вопросы, там, управление или вопросы еще какие-либо, я этому обучаюсь, ищу информацию в интернете и это изучаю. Обычно человек говорит, у меня не получается обучаться. Я точно знаю, что у каждого получается обучаться, но здесь очень важно не спешить. Когда человек обучается, ему важно не спешить. Мы думаем, что это дополнительная рука или дополнительная нога или дополнительно еще что-то. И мы можем там выучить язык быстро или выучить еще что-то. Но самый простой способ это все сделать, это не торопиться. Поэтому, если вы хотите обучаться, то не торопитесь. Допустим, человек говорит, да я за три дня выучу. Не нужно за три дня. Берете и делаете так. Прошли, допустим, какое-то количество информации. Через день еще раз прошли, повторили, записали на бумажке, пять раз прочитали. Попробовали это сделать. После этого перешли к новой информации. Вот таким образом. Уважаемый учитель, пожелайте удачи в продаже дачи. Пусть дача продастся. Вячеслав Гунько. За ответ на мой вопрос спасибо. Видеоролик о карме. Мой отец в моем детстве и школе годами много пил, потом болел, умер из-за цирроза. Мне 34, я младший из трех сыновей. Никого из нас нет своих детей. Читаю ежедневно. Чиги, морки, степлова, манджу, шри и мантры. Избавление от негатива и привлечения благополучия. Я где-то здесь писал. Сейчас. Если у вас нет детей в семье, если у мужчины нет, то мужчина внутренне не ощущает своей значимости в жизни. Ему нужно работать над своим эгоизмом. Если у женщины нет детей, то женщина не ощущает своего расцвета и цветения. Молодости, цветения молодости, цветения красоты, цветения женственности, цветения гормонального. Для женщины очень важно не худеть и не гнобить себя. И говорить себе часто, а я еще нравлюсь, а я еще нужна, а я еще нужна мужчинам, а я нужна этому миру. Вот какая красивая. И вот это у меня хорошо, и это у меня хорошо. То есть так же у мужчины, только в другом формате. Я все равно мудрый, а я все равно сильный. У меня все равно очень много знаний. Мои года, мое богатство. То есть вот подчеркивает в себе вот такой элемент эгоизма. Как ни странно, оба этих элемента, они являются первопричинами того, что у человека не появляются дети. У мужчины это полное разочарование в своей значимости в этом мире. Для женщины это полное разочарование в своем цветении, в своем соку. Я никому не нужна, кому я нужна такая толстая. Та зачем это нужно, там надо еще больше похудеть. Ну и это такие вечные комплексы. С кармой это не связано. А то, что пил отец, ну тогда все пили и сейчас все пьют. Привет, хотела бы узнать, как и когда будет вебинар месть. Его не будет, я его не хочу проводить, к сожалению. Ольга Болотова, не надо мстить. Живите так, чтобы не мстить никому. Спасибо вам огромное. На шестой ступени я даю метод договора, он позволяет человеку отомстить. Проходите обновленную шестую ступень, там есть все о том, как можно отомстить ярко. Можете подсказать, что делать темный мак сломал мне уже три защиты, оберега. Делает всякие гадости. Я делаю тренажер от зла. Приобретать курс от проклятия и порчи. Я мотоциклист. Может есть какой-то обряд, не то, чтобы была заметнее на дороге. Что-то можете еще порекомендовать. Убрать любые порчи с глаза и все остальное поможет просто в выполнении ритуальной защиты. Делайте ритуальную защиту ежедневно, два или даже три раза в день. Помните, я даю это. Если человек выполняет ритуальную защиту, повлиять на него с помощью магии никто не сможет. Какую бы магию не использовали. Даже вуду не проникает. Почему? Дело в том, что там используются определенные тайные слога и замыкания, которые являются защитой. Сломать такую защиту может только тот человек, который знает, что вы ее ставите. Именно таким образом. Таких магов не бывает. Ольга Печникова. Можно использовать по очистке помещения перед практик цифровый код четвертой ступени. Да. Можно ламинировать нарисованный талисман. Да. Выполнил практику по продаже дома ракушками. Будет ли в этом году сделка? В этом нет. В следующем да. Посмотрите меня, пожалуйста. Получится у меня противоплатное обучение Кайлас. Да. Татьяна Алимова. Пожалуйста, покупать квартиру в декабре или в январе. В декабре лучше. В январе будет дороже. Подскажите, как эзотерически набрать массу тела. Пейте напиток, который называется Generic. В спортивном питании. Также много ешьте кукурузного крахмала. Делайте кисель. Наберете 100%. Валентинов Еремчук. Прохвалили на ковид. Давайте я сразу буду переводить. Переболели на заболевание. Ура и Каласом. Легко. Спасибо. Вакцинироваться не хотим. Но на работе заставляют. Угрожают, что через 90-60 дней после болезни не допустят нас к работе. Спасибо за слова. Вы понимаете, все связано с тем, что не вы выбираете игру в этой жизни. Не вы. Вас хотите вы этого или нет. Рано или поздно заставят вакцинироваться. Будете вы бороться. Будете вы сражаться или нет. Дело только времени. Я уверен, что заставят всех вакцинироваться. Это принципиальный вопрос. И этот вопрос его не отпустят. Поэтому, если вы собираетесь работать дальше, знайте, вам придется вакцинироваться. Если какой-нибудь обряд, который после того, когда вы вакцинировались, может аннулировать прививку, есть. После вакцинирования необходимо принять солнечную ванну или еще по-другому пойти в солярий. И после этого забыть об этом. Людмила Ташинска. Много лет уже мучают головные боли. Иногда поднимаешься, давление очень реагирует на переменную. Я не знаю причины. Проблема у вас с почек. Это не с психотропными препаратами связано. Это у вас связано с почками. Пейте вот что. Заваривайте валерьяну с пионом. Купите настойку валерьяна и настойку пиона. Смешивайте их между собой. Принимайте по столовой ложке три раза в день. Все ваши видео на ютубе все пересматриваю по несколько раз. Слушаю шумы. Вот клиент созревает. В ответственный момент начинаю назад идти. Что я делаю не так? Вам не хватает психической энергии. Она возникает, если человек радуется, наслаждается жизнью. И если его кто-то любит. Скажите, кто вас любит? А как, почему и за что они любят? Можете ли вы усилить это? Вообще хотите денег? Делайте, чтобы вас любило много людей. Почему я тот человек, которому текут деньги? Потому что я много делаю для людей. Я вот выступаю сегодня для людей. Я даю свои семинары. Я раздаю свои технологии. Я постоянно рекомендации даю людям. Я отвечаю каждому человеку и стараюсь это делать безвозмездно. Почему? Потому что таким образом человек благодарен. Он начинает понимать, что он хорошо ко мне относится. И в мою сторону начинает течь любовь. Куда течет любовь многих, туда текут и деньги. Конец. Также я глажу свою жену, своих детей. Люблю их, дарю подарки. Маму свою обожаю. Делаю для них что-то. Разговариваю с ними. Обнимаю. Когда я обнимаю, то в мою сторону течет любовь. Моя жена здесь ходит красивая. Все, уже будем завершать. Сейчас немножко здесь. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от бывшей свекрови? Как алименты выплачивает раз в год? Сразу всякие неприятности. Для того, чтобы избавиться от свекрови, когда вам выплачивают алименты, отправляйте ей просто какое-то количество денег, просто пополнение телефона. И вас отпустит. Вот обещаю точно. Это долг. Вы его недоотдали. Мой муж не хочет жить. Сейчас лечится в реабилитационном центре алкой наркозависимых. Меня вообще не воспринимает. Не знаю уже, чему ему помочь. Но есть в прошлом вебинаре я дал обряд такой, который помогает человеку дистанционно помочь другому человеку не пить алкоголь, не принимать алкогольнее и избавить его от вредных привычек. Помогите ему. Муж против эзотерики. Как быть? Идите за мужем. Если муж говорит, я против эзотерики, значит не занимайтесь эзотерикой. Занимайтесь мужем. Эзотерика это наша жизнь. Самая основная медитация, это медитация, которая называется просто жить. Жить, получать от жизни радость, удовольствие и наслаждение. Духовный путь это найти во всем отрицательном положительное. Бездуховный путь найти во всем положительном отрицательное. Я желаю вам успехов и хотел бы вас попросить после завершения данной трансляции обязательно написать свой комментарий. Не забудьте поставить лайк, не забудьте подписаться на канал и обязательно поделиться данным видео у себя на своей странице в Facebook или в любой другой социальной сети. Большое спасибо. Взамен вы получите мою любовь по отношению к вам за то, что вы сделали это для меня. А как известно, куда течет любовь, туда текут и деньги. До свидания, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok